Около двух миллионов абортов, согласно официальной статистике, только за один год проводится в нашей стране. По неофициальным данным, эта цифра достигает шести миллионов и даже больше. Учитывая актуальность и жизненную важность проблемы абортов, особенно на фоне низкой рождаемости, ее обсуждение и поиск пути решения является значимым вопросом. Особенно учитывая те негативные последствия, которые может повлечь хирургическое вмешательство. 50% абортов протекают с осложнениями как ранними, так и поздними, и каким бы квалифицированным врачом они не производились. Можно назвать всю гинекологическую патологию, которая последует за этим абортом. И самое, так сказать, опасное – это бесплодие, это невынашивание на ранних сроках, на поздних сроках, это рождение маловесных, преждевременные роды, рождение маловесных детей. По словам специалистов, чтобы избежать негативных моментов и не допустить нежелательной беременности, не стоит забывать про использование средств контрацепции, особенно подросткам, и следовать определенным правилам. Надо знать, чтобы родить здорового и, самое главное, желанного ребенка, то есть дети по желанию, а не по случаю, надо знать, что возраст для рождения ребенка – это от 20 до 35 лет. Если беременность наступает раньше или поздно, она может протекать с большим числом осложнений, как беременности, так и родов. Интервалы между родами должны быть не менее двух лет. Это позволит восстановить после родов свои силы и свое здоровье для будущих, так сказать, родов. Далее, перед планированной беременностью желательно провести обследование для выявления экстрагенитальной патологии, которая может отразиться на течение беременности и родов. Встать на учет нужно в раннем сроке до 8 недель, 8, ну до 12, скажем так, недель, и провести все биохимические скрининги, ультразвуковые скрининги для выявления пороков развития плода. Если нежелательная беременность все же наступила, то прерывать ее хирургическим путем – не самый лучший выход. По словам специалистов, для этого сейчас есть более современные медикаментозные методы, узнать о которых более подробно можно на приеме у врача. В рамках акции «Подари мне жизнь» у Варовской ЦРБ были организованы выставки, стенды и просветительские мероприятия с раздачей буклетов. А в женской консультации состоялись дни открытых дверей с участием психолога, юриста, соцработника, священника и акушера-гинеколога. Становится уже традицией ежегодное проведение акции «Подари мне жизнь», целью которой является не только борьба с абортом, предотвращение абортов, но и улучшение демократической ситуации в стране, повышение рождаемости, улучшение репродуктивного здоровья женщин. В рамках проводимой акции «За сохранение жизни неродившихся детей и здоровья женщин» свои усилия объединяют как медицинские работники, так и представители православной церкви. Так, в один из дней женскую консультацию и гинекологическое отделение посетил священник отец Андрей, который смог пообщаться с будущими мамами и дать им свои наставления и благословения на благоприятные роды. Я вас кричу и мне только в помощи Божьей вам, что у вас все хорошо, долго не заезжает, потому что нахождение тут это... В наше время не все ходят в храм и причащаются святых христовых тайн. Это очень многое, большое значение играет, я думаю, в просвещении, чтобы люди понимали, что без Бога мы ничто, и никуда, и никак нам. И то, что дети, детей нам дает Господь Бог, и что мы должны за все его благодарить. И очень хорошо то, что батюшки приходят в больницы и все, и проводят такие беседы познавательные с мамочками, с будущими. Акция «Подари мне жизнь» адресована в первую очередь молодежи. В женской консультации всегда можно получить грамотный совет специалиста по всем интересующим вопросам. По словам медицинских работников, планирование семьи и применение безопасных методов контрацепции помогут сохранить здоровье, родить здоровых желанных детей и принести счастье в каждый дом. Ирина Пивоварова, Александр Трегубов. НашГород.